Это программа «День с толком» В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. В Бийске величие с из-за мусора. По какой причине там не убирают отходы? В Барнауле началось голосование за территорию, которую благоустроят в следующем году. Памятник основателю алтайской гребли установили на Грибном канале. Режим чрезвычайной ситуации введен в Бийске из-за мусора. Контейнерные площадки в городе превратились в несанкционированные свалки, сообщают в мэрии. И отмечают, что виноват во всем рекоператор. Якобы вывозил не все отходы, а приемы захоронения не оплачивал. Из-за чего полигон ввел ограничения ввоза мусора до 20 машин в день, что и стало причиной мусорного кризиса. Два хозяйствующих субъекта, надеемся, которым является рекоператор и полигон, наконец-то свои споры в суде о правильности расчетов закончат. Они там полгода уже в суде пребывают. Один другому не платят, другой не имеет возможности принимать неограниченное количество мусора. Заложники весь город. Между тем, вывоз мусора уже начался, подчеркнули власти Бийска, но за счет городского бюджета. Режим ЧС снимут, когда очистят весь город. Тогда же рекоператору выставят счет. Митинг против застройки зеленых зон прошел в эти выходные в Барнауле. Последнюю акцию протеста провели совсем недавно, 4 ноября. Но в качестве профилактики общественники готовы выходить с плакатами хоть каждый выходной. Чтобы не повторилась скверная история, то есть история со сквером на площади Сахарова, где планировалось строительство роскошного отеля. Подробнее о сюжете Ирины Корчагиной. Площадь задыхается. Там невозможно жить. И таких голых участков на теле Барнаула немало. Неприкрытый стыд на площади Октября Татьяна предлагает скрыть зеленью, высадить не менее 50 деревьев. Еще недавно активистка стояла на одиночном пикете в защиту сквера на площади Сахарова, где планировалось построить отель Редисон. Сегодня за ее спиной уже десятки людей, которые кричат. Отстояли сквер, отстоим и город. До сих пор не верится нам еще, кажется, что это... Мне кажется, что это еще и неправда. Действительно так и будет? Или потом все-таки возьмут и построят? Власть ни одна в этом городе, ни одна может распоряжаться им и его территориями. Главное требование барнаульцев – оставить зеленые зоны в покое и строить в других местах, даже если речь идет о крупнейшем игроке гостиничного бизнеса – Редисоне. Сейчас специальная комиссия решает, где же будет заложен фундамент отеля. В группу вошли архитекторы, чиновники и застройщик. Общественники – опять в стороне. На днях барнаульский архитектор Петр Анисифоров назвал наиболее лакомые территории для Редисона. Среди них – Обской бульвар, а точнее место за музыкальным театром. И сквер, где установлен памятник жертвам радиации. Строительство гостиницы со статусом «4 звезды» может способствовать формированию имиджа современного Барнаула, расположению объекта в центре города и эффективному развитию туристской инфраструктуры. Как развивать туризм в городе, где уничтожают зеленые зоны, митингующим непонятно. Их не устраивает и качество озеленительных работ в Барнауле, а точнее – их видимость. Если вы видите, у нас очень много в Барнауле стоят буквально в прутиках. То есть они формально озеленяют город, к сожалению. Но эти прутики не приживаются, потому что они слабенькие, они маленькие. А посадочный материал более качественный, он дороже. 96 человек на митинге подписали резолюцию. Барнаульцы предлагают городским властям зарезервировать в генплане города участки для будущих зеленых зон, а также провести инвентаризацию скверов и парков города, чтобы не повторять глупых ошибок, которые будут расхлебывать уже следующие поколения. Ирина Корчегина, Николай Шилко. День с толком. После истории со спасением зеленой зоны на площади Сахарова общественники ожидают особый интерес к конкурсу на благоустройство территории Барнаула. С сегодняшнего дня началось голосование за объекты, которые преобразятся в следующем году. Правда, некоторые желающие проголосовать говорят, что возникли трудности, другие не понимают, какие конкретно работы по благоустройству запланированы на той или иной территории. Анастасия Драган продолжит. В Барнауле вновь выбирают топ нуждающихся. От территорий нужно немного быть заброшенной или неухоженной или популярной у горожан. Люди продвигают то, что ближе. Накрутки не будет, обещают власти. Ограничения у нас есть по голосованию, которые относятся к IP-адресу. Можно будет только с одного IP-адреса проголосовать за три территории. Три из 44 территорий со всех районов города и почти все это скверы. И конкуренцию им составляют такие гиганты, как Мизюлинская роща, парк Изумрудный и почти забытый всеми парк Юбилейный. Я живу рядом с ним, за него и буду голосовать. Но проголосовать у меня не получается. Проголосовать мне так и не удалось. В течение дня не получилось это и еще с двух компьютеров. Кстати, каким будет преображение территории, неизвестно. Проекты начнут готовить уже, зная именно о победителе. Но при таком раскладе, обеспокоенные общественники, люди не знают, за что голосуют. Взять хотя бы историю Зимитовской площади, которую власти год назад пообещали побрить. В 2018 году мэрия обнародовала проект реконструкции этой площади. И он подразумевает ликвидацию всех крупномерных деревьев. И эти деревья названы как диссонирующие насаждения. То есть они, грубо говоря, мешают нам любоваться вот этим демидовским столпом. Мы попросили мэрию сообщить нам точные планы по реконструкции этой площади. Люди в свое время проголосовали ногами, вытоптали самые популярные направления. Мнение жителей зато учли при ремонте сквера на проспекте строителей. Участок за остановкой центра занятости лишь часть преображенной зеленой зоны. Здесь выложили плитку и сохранили деревья. В будущем поставят скамейки и фонари трех видов. Кстати, дорожку для собачников оставят песчаной и высадят новые деревья. Этот сквер тоже в голосовании, хотя первый этап его сделан на местные деньги. Так и должно быть, считает архитектор, а федеральная программа нужна для больших форм парков. Раз уж мы привлекаем федеральные средства, то надо браться за какие-то глобальные вещи. Потому что локальные участки, в частности, как этот сквер, можно решать теми бюджетами и теми финансовыми, которые городская или краевая власть и так располагает. И этот сквер был реализован без привлечения федеральных средств, а именно по статье расхода на благоустройство, которая была в администрации железнодорожного района. Но пока лидер голосования – сквер на пересечении улиц Усковой и Взлетной. В районе, где не запланировано парков, это и есть большая форма. На втором месте пока Мизюлинская роща, но все еще может поменяться. Голосование продлится до 25 ноября. К другим темам. 10 ноября ушел из жизни один из старейших художников Алтайского края. Народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Буткеев. Он родился в 1922 году. 23 декабря ему исполнилось бы 97. Творчество Михаила Буткеева известно далеко за пределами края. Его работа есть в музеях Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, а также в частных коллекциях России и за рубежом. Михаил Яковлевич практически все свое время проводил в мастерской. Он творил, писал и накануне смерти. Родственники и друзья Михаила Буткеева намерены организовать выставку памяти, на которой и представят незаконченную картину. Он работал до последних минут своей жизни и умер с кистью в руках. На мастерске стоит незаконченная картина, которая в работе. Это говорит о том, что человек настолько предан был своему делу, что несмотря на неважное самочувствие, годы же дают знать о себе и старые раны фронтовые, но он продолжал работать. Добавлю, что прощание с Михаилом Буткеевым состоится в эту среду в ритуальном зале на Аносово с 11.30 до 13.00. И продолжим выпуск. Размер обуви, одежды и даже доверенное лицо. Это требование для заявки будущих представителей молодежного правительства. Его создают в Алтайском крае. Вдобавок к молодежному парламенту, который действует у нас уже много лет. Нужно ли краю новое объединение, узнавала Валентина Аскерова. Евгений Шадринцев, выходец из молодежного парламента. С 2002 года этот орган тоже занимается законотворчеством. К примеру, в 2014 по инициативе молодежи в крае приняли закон об ограничении продажи алкогольных энергетиков. Новое образование молодежное правительство Евгений приветствует. В Алтайском крае молодежного правительства пока это только в планах. Но в других регионах, я как уже сказал, они являются кадровым резервом правительства, работают с конкретным управлением министерством в конкретной сфере, вносят предложения по совершенствованию той или иной программы, важной для региона на региональном уровне. Те же поддержка молодых семей, программы социальной защиты. В будущее правительства войдет 21 человек. Те, кто предложит наиболее эффективную программу развития той или иной отрасли, к примеру, здравоохранения. Как и в молодежном парламенте, в правительстве будут работать на добровольных началах. Оценку дадите парламенту, то есть вот за эти годы, вот все-таки это игрушка простая или какая-то конкретная... Что значит игрушка? Ну это на самом деле возможность, на мой взгляд, для молодежи проявить свою законотворческую инициативу. А здесь молодежное правительство, мы будем работать с правительством Алтайского края. И хочется верить, что это будет действующий орган молодежного правительства, и они будут взаимодействовать с парламентом. Правительство все-таки нужно наравне с парламентом? Я думаю, что оно... Я не могу сказать, что оно нужно, но я думаю, что это неплохо, что оно организуется. Потому что сейчас очень много активной молодежи. Мы сейчас реализуем большой проект, связанный со школьниками и молодежью. Два проекта. И мы по фокус-группам, по другим исследованиям, мы очень четко проходят рефреновая мысль. Нас не слушают. Мы никому не нужны. И мы хотим что-то сделать, но на нас смотрят, как на малышей. Ярослава Шашкова также поясняет, что правительство и парламент – это отличный кадровый резерв. В будущем эти люди смогут занять депутатское кресло. Как, к примеру, выходят из молодежного парламента, а ныне депутат АКЗС Денис Голобородько. Кстати, подать заявку на конкурс можно на сайте Росмолодежи до 27 ноября. Правда, заполняя анкету, не забудьте указать, помимо вашего фиу, размер одежды и обуви. Видимо, для деловых костюмов. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Памятник основателю алтайской школы гребли Константину Костенко открыли на Гребном канале. А в этом году знаменитому алтайскому гребцу исполнилось бы 80 лет. Ну вот, воск натирается и получается, начинается блеск. В принципе, я не делаю это до, как говорится, остановки на месте. Блеском побед теперь будет встречать и провожать гребцов бюст Константина Костенко. Его выковали на Колыванском заводе. Скульптор Эдуард Добровольский постарался сделать его хладнокровно спокойным и уверенным в себе. Открыть памятник основателю гребли на Алтае приехали его коллеги и последователи со всего региона. У спортсменов гребцов появилось место на гребном канале, где можно постоять, отдать дань памяти этому замечательному человеку, возложить цветы, пообещать перед отъездом на ответственное соревнование, что они будут бороться так же, как и он, до последнего гребка. Константин Костенко дважды чемпион мира, чемпион Европы и СССР по гребле. Именно по его инициативе появился Барнаульский гребной канал. Уже после того, как Константина не стало, рядом с каналом построили спортивную школу для гребцов на байдарках и каное. Сейчас в ней тренируется больше 300 спортсменов. Дело, мечта Константина Петровича, стронута с места, она получила воплощение в эти здания, в этот гребной канал, на который уже носит статус, который уже международный. Здесь проходили международные соревнования. А в 2021 году именно здесь планируют проводить международные соревнования по гребле на байдарках и каное. К тому времени краевые власти должны успеть сделать второй шаг по увековечению памяти великого алтайского чемпиона. Дать гребному каналу имя Костенко. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. Алтайские медведи начинают готовиться к зимней спячке, но в лесах по-прежнему может быть опасно. Уснут косолапые только к середине декабря. Это не аномалия, а особенности местной популяции. В этом году в Сибирскую тайгу мигрировало больше медведей, чем обычно. Кто-то копает новые берлоги, кто-то обживает старые. Готовят спальное место медведь довольно быстро, за пару дней, но ложатся только после того, как снегом заметет все следы. И медведь наест достаточно жира. Еды в алтайских сибирских лесах много, поэтому в тайге косолапые заснут позже, чем, например, на Камчатке. Еще нагуливают жир по времени, я думаю, ложится рано. Черемухи нынче обильный урожай был, рябины. Поэтому вот сейчас они в основном на ягоде. На ягоде копают корешки, очищают организм. Как только они набирают жир, они ложатся. Ну, как правило, медведицы с медвежатами, медведицы, медвежата питаются молоком, ей надо нагулять больше жира. Она ложится обычно позже, чем остальные медведи. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи.